Добрый день! Сегодня 13 февраля 2023 года, у нас начинается весна. Я, когда буду делать сборную солянку, непременно покажу, что у нас цветочки уже расцветают. А сегодня я решила, наконец-то, добраться до темы, которая была озвучена более месяца назад. Я очень пожалела, что у меня не стоит дата, когда я скопировала это сообщение. Но я помню, что мы с вами на стриме его обговаривали. Я даже попросила, что, пожалуйста, ответьте этой даме так, как вы бы ответили. К сожалению, ответов было не очень много, но я их сначала прочту. Пользователь Лидия Есинская, видимо, добавила комментарий. Не смотрела вас пять лет. Как же вы изменились? Очень постарели. Такая раньше красивая была. Жизнь не щадит никого. За пять лет и вы постарели, милая леди, даже если вам только 25. Возьмите свои фотографии пятилетней давности и сравните. Но я хочу поговорить о другом. Не о том, что кто-то есть в этом мире нестареющий, а о том, что у наших русских вот есть привычка непременно сказать людям гадость. В чем мы отличаемся от американцев? Те находят, что же можно этой даме сказать хорошего, а наши ищут, что же можно найти плохого. Кстати, сегодня я как раз, может быть, буду разговаривать с парой, где девочка живет не так долго. И вот ей мужчина написал. Ты знаешь, ты единственная женщина, которая меня критикует. У меня даже собаки не было, которая бы меня не любила, которая бы искала во мне недостатки или лаяла бы на меня. А ты постоянно находишь. И это не ее вина. Это вина нашей нации. Вот мы тыкаем пальцем туда, куда можно тыкать. Прежде чем говорить про эйджизм, давайте я почитаю ваши не очень многочисленные ответы на реплику этой доброжелательницы. Этой недоброжелательницы. Так я ее назову. Я призываю всех, кто пишет комментарии, прочтите их, прежде чем отправить. И задайте себе вопрос, с какой целью я это писала. Вот дама это точно не спросила. Говорить 64-летней женщине о том, что она выглядит сейчас хуже, чем 5 лет назад, это не только бестактность, я думаю. Я так думаю, это желание меня обидеть. Так вот я хочу вам сказать, что не надо мне доказывать, что можно без москов жить. И не надо мне доказывать, что вы очень не хотите дожить до моего возраста. Что я вам и написала. Алина Малина пишет. Это Лидия хейтер или тролль. Нормальный зритель такого не напишет. Пусть себя покажет миру. Нестареющая Лида с правильным цветом волос. А она, видимо, еще про волосы мне что-то написала. Вы знаете, вот опыт показывает, что, как правило, нас учат жизни и успеху в бизнесе. И как всего добиться те люди, у которых ничего не получилось. И выглядит нам молодо тоже советуют те, которые выглядят значительно хуже, чем те, кого они обучают. Я недавно была вынуждена послать своей подруге ее фотографию пятилетней давности. У нас была такая смешная ситуация. Я уже морду лица нарисовала. И иду в ванную с тем, чтобы волосы, которые у меня под ободком, пока я за лицом слежу, и подколоты сзади, чтобы они не мешали. Тут же и кремы, и маски, и чего только с утра у меня нет. То есть у меня даже лицо уже нарисовано. Только волосы вот не так спущены, а подняты. И она мне говорит, боже, я тебя не узнаю. Ты так плохо. А человек, который пьет регулярно уже больше 20 лет, потому что, когда я уезжала, я очень переживала, что я, наверное, являюсь тем тормозом, который держит ее от алкоголизма, а без меня вдруг она окончательно сопьется. И я помню ответ моей подруги. Она сказала, Галя, это не твоя ответственность. И для ее уровня алкоголизма она еще нормально держится. Она пьет только вечером. Но теперь она пьет уже с утра. Ее за это уволили с работы. Выглядит ужасно. И я послала ей фотографию пятилетней давности, где все молодые и красивые. Она бабушка-бабушка. И вот именно она мне говорит, что ты выглядишь плохо. И поэтому я абсолютно согласна с Алиной Малиной, которая говорит, покажите нам свой нестареющий облик. И лучше всего тогда ставить фотографии. Вот я такая была пять лет назад. А сейчас я стала даже еще лучше. Хотя я думаю, если сравнить мой облик, вот тогда, когда Джеймс ушел, я совсем недавно вот на его день рождения просматривала ролик, который я записала, по-моему, на день рождения, что Джеймсу было бы сейчас вот 68. И я собрала вот эти кусочки, когда он заходил к нам на стрим. И, естественно, перед этим я записала себя. Это было четыре года назад уже почти. И я думаю, что по сравнению с тем я не постарела. Я даже улучшилась. Потому что тогда я была убита горем. А сейчас я умею жить, несмотря и на эту утрату, и несмотря на то, что моя страна воюет уже целый год против наших братьев. Убивая людей, я не могу оставаться равнодушной. Я прекрасно понимаю, что эта война на мне тоже отпечаток отложила. Но при этом, при всем, я беру себя за горло и говорю, нет, ты поедешь в очередную поездку, нет, ты пойдешь в ресторан. И даже решила, что в Вегас я поеду, не буду ждать окончания войны. Потому что кто-то говорит, что это завтра закончится, это послезавтра. Я нахожусь уже в том возрасте, когда мой внешний вид, то, как я выгляжу, зависит от многих факторов. Даже от того, как я поспала, и даже от того, как свет поставлен. То есть я помню, по-моему, это Ирочка наша Левкович, она же еще и фотограф, она не только шикарный дизайнер, она еще сама фотографирует и своих моделей фотографирует. Именно, по-моему, она мне рассказала этот или анекдот, или случай из жизни, когда знаменитый фотограф женился. И ему сказали, ой, наверное, у вас жена писаная красавица. Он говорит, в зависимости от того, как свет поставить. Вот я сегодня предпочла записывать на улице, я знаю, что свет абсолютно не поставлен, я буду выглядеть хуже, чем если бы я этот ролик записывала перед окном, где свет падает мне в лицо. Я люблю записывать на кухне. Наверное, одна из причин то, что вот живой свет, и я сижу прямо перед ним. А здесь я к свету спиной, и меня это нисколько не страшит. Я не боюсь выглядеть хуже, чем я есть на самом деле, но я стараюсь выглядеть лучше. И совсем недавно Нина Зверева по этому поводу тоже говорила, ей уже за 70. И она сказала шикарную фразу. Когда люди в 70 лет вокруг выглядят хорошо, ну, должно быть уже стыдно выглядеть плохо. Поэтому я стараюсь выглядеть лучше, чем мои ровесники, которые не могут себе позволить вот такие суммы тратить на свою красоту и молодость, которые я могу потратить. Так что, может быть, вы как раз и не очень молодая и глупая, а может быть, вы, Лидия, на самом деле понимаете, что вы не сможете заплатить такие деньги, которые я плачу, и дай-ка я брошу в нее камень. И вдруг долетит. Не долетит. Не долетит. Потому что я знать не знаю, кто вы такая, и мне абсолютно все равно, что обо мне говорят люди, которые меня вживую даже и не видели. Потому что те люди, которые встречаются со мной, они, как правило, произносят две фразы. Ой, Галь, ты маленькая. Ты на экране значительно больше, чем в жизни. И говорят, как ты хорошо выглядишь, какая у тебя хорошая кожа. Вот мне это говорят люди, которые долго меня смотрели с экрана, а потом встретили в жизни. А скажут ли это вам, дорогая Лидия, и другие злопыхатели, которые пытаются найти в других людях только недостатки. Ищите что-то хорошее. Ноунейм тоже прореагировала на эту реплику. Она сказала, добрый день или вечер, Галиночка. Спасибо вам за ваши видеосовет. Вы очень мудрая и интересная леди. Да, я вот хочу оставаться интересной леди в любом возрасте, а не такой глупой, которая может подобные комментарии написать. Скажите, что вы применяли на область декольте для разглаживания и можно ли приобрести в Украине? Я думаю, что можно, потому что я рассказывала как раз в ролике, правда, он выйдет, наверное, после этого, потому как то, где мы говорим о красоте, оно выходит на старом канале, а где я отвечаю на ваши вопросы и письма читаю на этом канале. Так вот, теперь уже 10 дней тому назад я встретила косметолога с Украины. Она живет здесь от нас недалеко, и она мне сказала, давайте мы в лицо вам наколем джуведерп, а в шейку наколем другой продукт. Я его сфотографирую и сюда поставлю. И там такой график, то есть она мне поставила, теперь через месяц, в начале марта, мы поставим второй укол, через три месяца она еще разочек мне проколит, и потом какое-то время это не надо будет делать. Ну вот это девочка делает, и я думаю, что она и получает это с Украины, потому что там у нее есть лицензия, а здесь нет. Окей, окей, наверное, надо читать. Я бы ответила этой барышне так. Я вижу, вы очень комплексуете по поводу своей внешности, и я это вижу, потому что когда вы в других видите недостатки, значит, у вас собственные комплексы выпирают. Раз так на нее, обращайте внимание. Не отчаивайтесь. Может, и у вас получится так шикарно выглядеть в моем возрасте, как это получилось у меня. Да-да, далеко не у всех получается. Но для этого одно условие. Надо радоваться своей жизни и не пакостить другим людям. Да, вот это точно. Надо радоваться своим маленьким успехам. Надо радоваться тому, как вы выглядите. Кстати, я начала говорить о своей подруге, которая сказала, что я плохо выгляжу. Я ей послала парочку фотографий с людьми, которые значительно младше меня, но которые, так же, как она употребляет алкоголь достаточно регулярно, и которые предпочли, как они обе говорят, буду стареть натурально. И там 12 лет разницы, и 10 лет разницы. И я эти наши фотографии совместные нигде не выкладываю, потому что девочки выглядят хуже меня. Не сочтите это за самолюбование, но это факт. И чтобы вот никто не говорил, что, ой, ты на айфоне просто красуешься, я таких фотографий нигде, нигде не публикую. Я в основном себя одну или с теми людьми, которые моложе меня, выглядят лучше меня, размещаю. У нас даже была такая ситуация на канале. Я проводила интервью, наверное, надо назвать, разговор с девочкой из другого штата, и мы это делали по видеочату. Она рассказывала о своей судьбе, я задавала ей какие-то вопросы, и мне написали ниже. Специально вот разместила такой ролик, чтобы на ее фоне покрасоваться. А даме было 45 лет. Просто она совершенно неухоженная. Она, конечно, моложе, конечно, у нее все лучше, но она совершенно неухоженная. А я в свои 64 года действительно и сейчас могу дать многим сто очков вперед. Тем, кто в моего возраста, а кому-то даже и пораньше, если вы алкоголем злоупотребляете и не вкладываетесь в свою внешность и временем, и денежками. Я даже не стала этот ролик опубликовывать на новом канале, потому что мне кажется, что на самом деле может показаться кому-то, что я пыталась вот ее вытащить на разговор исключительно из тех соображений, что, смотрите, я там на 15 лет старше, а выгляжу лучше. Я не преследовала эту цель. Это была инициатива самой. Да, мы поговорить. И мы достаточно прилично поговорили, но находятся люди, которые видят только это. Вот кто-то за счет кого-то хочет выбраться. Это не я. Это вы так живете, чтобы за счет кого-то выбраться. А у меня такой цели нет. Я просто слежу за тем, чтобы максимально долго радоваться своему отображению в зеркале. Майя Чекур, наверное. А милой в кавычках леди, я для первого раза рассказала бы об отсутствии у нее деликатности, безусловно. И очень многие страдают. Вот те, кто сейчас смотрит этот ролик, вы, пожалуйста, задайте себе вопрос, а достаточно ли тактично, достаточно ли деликатно я веду себя по отношению к другим людям. Многие про это забывают. Об отсутствии у нее деликатности, воспитания и понимания личных границ. А во второй раз не цели ремонилась и послала бы нах, и сильно бы извинилась за свою неделикатность. Нет, я не стала ее посылать. Я просто сказала о том, что да, вы не волнуйтесь. Вы, самое главное, не волнуйтесь. Вы никогда до моего возраста не доживете. То есть люди, которые боятся старости и которые другим тыкают, ах, ты как плохо выглядишь, они на самом деле могут не дожить. А если я эту мысль еще там поселила, то уже точно, это уже точно. Happy Potential. Спасибо большое за великолепный стрим, Галиночка. Смотрю вас где-то с 17-го года. Выглядите вы прекрасно. Вы реально практически не изменились. Изменилась, изменилась, моя хорошая. Но я много делаю для того, чтобы оставаться на плаву, что называется. Цвет волос ваш очень нравится. И мне очень нравится. Потому что он не скучный. Не просто не скучный. Я помню, что я Джеймсу говорила, Джеймс, ты почему не берешь телефон в магазин? Магазины огромные. Вдруг я потеряюсь. Он говорит, мне скажут, где тут рожеволосая леди. Ты единственная такая. У меня самой когда-то была хна. Потом перешла на блонд. Далее, если будет у меня цвет, то опять будет хна. Да-да-да, я тоже была блонд. Целых три года я носила этот цвет. И я вам говорила, даже при том, что у меня был собственный мастер, который самую лучшую краску мне подбирал. Волосы все равно стали портиться. А у меня тут живые волосы. Причем женщина далеко за 60. У кто может еще похвастаться такой шевелюрой? Кто? Злопыхатели? Посмотрите на себя в зеркало у меня. Вот такая шевелюра. Комментарий Лидии, как минимум, недопустим и не тактичен. Но она про это не думает. Я хочу, чтобы вы думали. Но он был, конечно же, к сожалению, составлен специально. Чтобы вам сделать неприятно. Мне невозможно сделать неприятно. То есть счастливую женщину невозможно обидеть. Ее можно только рассмешить. А насчет комментариев. Я бы их все автоматом отправляла в ожидание проверки. Одобряла бы только допустимые. Не моя лапочка. Нет. Пусть они приходят все сюда. У меня есть несколько слов, которые их отправляют для проверки. Потому что я хочу, чтобы комментарии появлялись сразу же и для авторов письма, и для вас. Потому что есть много людей, которые просматривают комментарии. Я никогда даже не подозревала, что такое может быть, оказывается, есть. Все другие так бы оставались не одобрены, без ответа. И их никто другой бы, кроме самого комментатора, не видел. Вы знаете, я хочу, чтобы видели такие комментарии. Потому что если я их буду удалять, то многие из вас никогда не задумаются над тем, а почему я-то себя так веду. Меня они не обижают, а для вас они могут быть очень полезны. Под скриптом. Негативные комментарии есть на всех каналах. Нет канала без негативных комментариев. Конечно, нет. Всегда находятся те, которые вас обвинят даже в том, что вы для них делаете очень много добра. Я про это прекрасно знаю. Но наш канал учит житейской мудрости. Учит не делать ошибок. Учит не критиковать других, а разобраться в себе, почему вы это хотите. И сегодня, вот мы еще не говорили, я не знаю, разрешит она мне когда-то прочесть ее письма или не разрешит. Это у нас из разряда платных консультаций. Но я уже пошла, и Лерия рассказала по этому поводу. То есть мы зачастую критикуем наших родных из самых лучших побуждений. Я была точно такая же. Помните мой разговор с Джеймсом, когда я очень боялась за его здоровье, потому что на завтраке он брал даже бутерброды. Бутерброды продают готовые бутерброды, две булочки, внутри там что-то сыр, там соседич лежит, и его в микроволновке разогрел, вот тебе и готовый бутерброд. Или, может, середину разогрел. Не знаю, никогда не пробовала даже. И он их покупал, и меня это очень насторожило. Я же понимаю, сколько там прорезовательств. И тот разговор, который я вела, он тоже был для того, чтобы его защитить от этой некачественной еды. И это я не первый раз говорю на канале, я это говорила. Он мне тогда сказал, Галя, я до 54 лет ела эту еду, и она была правильная. Почему вдруг она сейчас стала неправильной? Мы не должны любить одну и ту же еду, чтобы быть хорошей парой. И девочка мне тоже говорит, я же его критикую очень редко, я критикую для его блага. А он это воспринимает как очень грубую женщину, которая не видит в нём ничего хорошего, а находит только плохое. Пожалуйста, прежде чем защитить своего избранника от того, что вам кажется неправильным его в жизни, восемь раз подумайте, как это сказать, чтобы не обидеть. Вот даже сегодняшняя ситуация, которую она мне описывает, он с друзьями смотрел футбол. У меня же Лэви тоже вчера смотрела, я просто слушала книгу, лежала в другом месте, потому что я футбол не смотрю, а он назвал друзей, они там под пиво, видимо, под возгласы. Её это возмутило. Но вместо того, чтобы пригласить мужчину и сказать, слушай, парень, а я уже в постели, и маленько давайте потише как-то, потому что, ну, ребёнку в школу завтра, я хочу, чтобы он выспался, пожалуйста, как-то немножечко всё это убавь. И она ему написала несколько, казалось бы, на наш взгляд, не обидных смс-ок. Но для американцев это звучит как давление. И он не стал тихомиривать своих друзей. Хотя если бы она сделала это по-другому, они бы, безусловно, звук и телевизора убавили, и о звуке своих возгласов тоже бы думали. Вот такой разговор у нас получился. Я так думаю, что эта тема бесконечная, и о ней можно говорить долго. Но я хочу вам сказать о том, что принимайте себя в любом возрасте с благодарностью. Потому что мы только по истечении времени, наткнувшись на наши прошлые фотографии, понимаем, какими стройными, какими красивыми мы были. А в то время мы находили в себе недостатки. И я была такая же. И многие из вас такими же остаются. Любите себя в любом возрасте. И самое главное не то, как мы выглядим, а самое главное то, как мы живем. Вот у меня яркая жизнь, несмотря на мой возраст. Я всем желаю возможности украшать свою жизнь и подарками, и покупками, и поездками, и хорошими друзьями, и, безусловно, хорошим отношением к другим людям. А с вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok